Привет, девчонки, это Маша! В этом видео мы рассмотрим еще один вид градиента, вот к тем шести. Будем разбирать его на всеми любимом дизайне Бэби Бумер. Считается, что это под вид Френча. Я знаю людей, которым не нравится Френч, но я не знаю ни одного человека, которому Бэби Бумер не пришелся по вкусу. Вот так это будет выглядеть. Как по мне, способ, которым мы это сделаем, один из самых простых способов сделать градиент. Этот дизайн может быть самостоятельным, но у нас он будет основой для дизайна под степпинг. До следующего видео. Я решила разделить эти дизайны на два видео, так как видео про степпинг и так очень много информации. Кому интересно, перейдите по ссылочке. А здесь мы приступим к работе. Тот способ градиента, который мы разберем сегодня, подходит не только для дизайна Бэби Бумер, для любого сочетания цветов. Если вы хотите осветлить белым, или затемнить черным, или ярко-розовый, перевести в фургунти с помощью темного бордового цвета. Это такие оттеночные градиенты. Готовим руки. Первым делом я наношу ламинирование. Кто смотрел мое видео про ламинирование ногтей, знает, что для меня это теперь процедура номер один. Я стачиваю переход от буста к ногтю с помощью бафа 180 грит. Также немного шлифую весь ноготь и подтачиваю буст на кончике. После этого нужно будет снять опилки и обезжирить. Вот так это выглядит. Наносим новый слой буста тоненько и быстро. К нему нужно приловчиться. Теперь снимаем липкий слой и ногти готовы к работе. Наносим базу. Ногти, на которых будет градиент, не выравниваем. Конечно, можно слегка подровнять или исправить дефекты, если есть. Но старайтесь это сделать тоненько. А там, где будет однотоночка, можно и выровнять. Если не знаете как, смотрите мое видео про идеальные блики, кликнув на видео в уголке. Просушиваем слой базы и наносим цвет. На ногти, на которых не будет дизайна, по задумке из следующего видео, наносим черный цвет в два слоя. Что делаем с градиентом? Наносим камуфляж. У меня это коди номер 253. Камуфляж наносим на две трети ногти, не доходя до кончика. Берем круглую мягкую кисточку и растягиваем камуфляж. Это просто. И чем менее плотный камуфляж, тем проще. Особенно, если цвет камуфляжа розовый. Он более сговорчивый. Кисть держим параллельно ногтю. Не нажимаем. Этот слой нужно просушить. По тому же принципу, делаем второй слой. Наносим камуфляж таким образом для того, чтобы излишне не утолчать кончик двумя ненужными слоями камуфляжа, так как нам еще предстоит наносить белый цвет. Получается, что на основную часть ногтя камуфляж нанесен как полагается, а на кончике его все равно не будет видно, так что он там за ненадобностью. Что мы делаем теперь? Смешиваем топ с белым гирлаком. Нам нужно примерно в два раза развести консистенцию белого. В реальных пропорциях это где-то капелька белого с круглой кистью на две нормальные капли топа. Должно получиться что-то наподобие сгущенки, только белее. Если цвет очень плотный, типа белого, красного и иногда черного, и мы его недостаточно развели, то может полосить при растушевке. Консистенция должна быть средней, чтобы не полосила и была не сильно прозрачной. Вот, на черном посмотрите плотность. А дальше наносим нашу смесь чистенькой кисточкой от гирлака на ноготь, на одну треть примерно, обычным средним слоем. И так же, как и с камуфляжем, тушуем. С этим цветом сложнее, так что нужно быть аккуратнее. Движения ровные, легкие и слаженные. Кисть держим параллельно ногтю, не уваливаем на него, а держим над. Чтобы она касалась ногтя только брюшком. Кстати, это самое брюшко должно быть как раз на стыке цветов, и наша задача растянуть стык на нет. Кисть плавно приземляется на стык цветов, утягивает за собой гирлак и взлетает. У вас в уме должна быть разметка, горизонтальные линии, от которых кисть начинает свое движение и где заканчивает шаг за шагом. Когда растушевали первую линию, вытираем кисть и уже с более сильным нажимом растушевываем вторую линию, которая образовалась. Когда растушевали, сушим. Наносим второй слой, уже на 2 третьих ногтя и так же тушуем. Разве что тушевку можно сделать чуть шире. Если начинает полосить, значит кисть напитала слишком много гирлака. Нужно снять излишки и продолжать. А лучше это делать заблаговременно, чтобы избежать полос. То же самое на втором ногте. Не забывайте обтирать с кисти излишки гирлака заранее, иначе наделайте полос, которые потом крайне трудно будет организовать в приличный плавный перекат цвета. Это будет долго, нудно и кропотливо. Растираем остаточки в идеальную плавность перехода. Когда растушевали, сушим. Можно оставить так, но если толщина позволяет или есть желание, можно нанести еще слой, чем мы снова и займемся. Наношу опять на первую треть, чтобы получить максимальную плотность на кончике. И тушуем, тушуем, тушуем. Тут все просто. Мягенькая круглая кисточка и немного практики творят чудеса. И да, если будете таким образом делать разноцветные градиенты, эффективнее будет наслаивать более темный из двух цветов на более светлый. Вот так. А вообще есть разные варианты. Ориентируйтесь на цвета, которые вы выбрали. Просушили и наносим слой топа. Если нужно где-то подровнять ноготь, делаем завершающее выравнивание топом, как в видео в уголке. Вот так просто. Последний штрих снимаем липкость. Кажется, я знаю, какой маникюрчик станет одним из самых любимых. Если раньше хотели и не могли, то теперь все будет просто. Можно и так носить, можно и декорировать. Кому чем нравится, на ваш вкус. Покажите, как вы будете носить свой бэби-бумер в инстаграм по хэштегу MashaCreate и в нашей группе ВКонтакте. Ну что, надеюсь, что теперь вы победите этот сложнейший и такой желанный градиент из белого в кремовый. И порадуйте себя новым маникюрчиком, который всегда будет выглядеть стильно и уместно. Если есть вопросы, пишите их в комментариях. Скорее хвастайтесь своим маникюрчиком в этой технике. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и прочее соцсети. А с вами была я, Маша. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok